Здравствуйте, в эфире программа 13 этаж. С вами Артемий Заварзин. Сегодня гость в нашей студии директор областного театра драмы Сергей Самодов. Сергей, приветствую вас. Добрый день. Итак, Сергей, вы были журналистом, специалистом по связям с общественностью, чиновником, арт-менеджером, имеете свой бизнес, парикмахерский салон, здесь у нас в Архангельске его многие знают, и вот теперь вы директор областного драматического. Многие со скепсисом отнеслись к такому назначению. Что скажете скептикам, которые утверждают, что к делу приступил непрофессионал? Да, последний театр, который открывался в России. Можно сейчас, наверное, в Мариэл еще считать, что недавно театр новый открылся у них. Ну и исходя из того, что театр во Владивостоке, который я получил с кредиторкой в минус 140 миллионов, но при этом театр ни разу не закрылся, ни разу не были заблокированы счета, и в течение полугода мы очень плотно работали с Мариинским театром по переходу из краевого учреждения в статус федерального учреждения. В итоге сейчас это приморская сцена Мариинского театра. Я думаю, что все это как-то просто случайностью назвать, наверное, невозможно. Именно поэтому наш ответ скептикам может быть только в нашей деятельности, в проектах и в успешной их реализации. Надо сказать, что современная история драматического театра, она связана тоже с некими скандалами, лихорадочная смена руководства, забастовка персонала, те же долги. Как вы эту ситуацию сегодняшнюю оцениваете? И нет ли рисков стать очередным персонажем в этой череде скандалов и интриг? Риски всегда присутствуют. Можно стать персонажем, если неадекватно реагировать на ситуацию. В данном случае ничего сложного, сверхсложного, неисполнимого сейчас нет. У театра есть кредиторская задолженность. Это, к сожалению, налог на имущество. Это та задолженность, которая всегда может заблокировать тебе счет. Поэтому она такая достаточно сложная в плане исполнения. Но нерешаемых задач нет. Естественно, когда рассматривал вопросы по руководству театром драмы, естественно, риски все рассматривал. И в данном случае Волков боится в лес не ходить. В себе я уверен. И команда в театре тоже боеспособная. Сейчас нельзя сказать, что положение у театра критическое в плане финансовом. Нет, нет. Есть определенные проблемы. Но, как я вижу, задачи. Пока они все решаемы и достаточно успешны. Надо сказать, что когда певица Максим приезжала к нам в Архангельск, выступала в театре драмы на шоу «Мисс Архангельск», тогда вы еще не вступили официально в должность. Но, тем не менее, на своей странице в социальной сети дали такую емкую, критическую заметку относительно этого выступления. Значит ли это, что теперь на сцене театра драмы мы не увидим популярных исполнителей, заезжих гастролеров, которые все время собирают аншлаги и, в общем-то, пользуются спросом? Ну, во-первых, не все, конечно, заезжие гастролеры, пользуются спросом и собирают аншлаги. Просто есть и другие, и другая страда, скажем, и другие исполнители, на которых люди также будут ходить, также покупать билеты и искать свободное место. И это будут также аншлаги, но просто они не привозятся в силу, может быть, меньшей маржинальности для концертных агентств. С концертными агентствами уже проговаривали политику, естественно, во-первых, все будет согласовываться, все артисты заранее согласовываются с театром драмы, потому что я не беру на себя ответственность за оболвание зрителей. Я вообще считаю, что театр все-таки это площадка, где первым должно быть пунктом это просвещение. То есть если проект не просвещает каким-то образом, он не относится к искусству, соответственно, нужно искать другие площадки для его реализации. Та же самая «Максим» — это достаточно, наверное, успешный проект для какой-то клубной сцены, но никак не для сцены театра драмы. Поэтому мы уже самостоятельно начинаем прорабатывать проекты, в том числе, чтобы мы самостоятельно могли привозить те же самые настоящий балет русский, да, классический, например, театр классического балета Василева, да, замечательный театр. Мы смотрим возможность привоза даже камерной оперы Покровского, например. То есть это тоже достаточно бюджетная история, с одной стороны, ну, сравнительно бюджетная, да, в оперном мире. Но это то, что называется искусством, и вряд ли люди не захотят туда пойти. Просто вопрос в том, какой мы выбор даем людям, да. То есть я в данном случае считаю, что мы должны привозить достаточно качественные проекты, серьезное искусство, и люди все равно будут ходить, потому что люди хотят просвещаться, и нельзя лишать их возможности и говорить, раз, проще привезти, допустим, очередную, там, причем однодневную звездочку поп-музыки, да, потому что это дешевле, может быть, в какой-то мере, да. Но в итоге мы получаем потом зрителя через несколько лет, который не может серьезно воспринимать многие вещи, и мы потом начинаем говорить о том, а где у нас качественные юристы, где у нас качественные бухгалтера, где у нас качественные инженеры. Людей обучают, в образовательной системе обучают людей, как закручивать гайки, а для чего закручивать гайки, да, то есть вот этот вопрос, как бы, для чего мы вообще, собственно, занимаемся какой-либо деятельностью, наверное, цели и задачи в том числе должно решать и давать просвещение, частью которого мы являемся. Ну вот как раз о зрителях, вот когда человек не идет в театр, это проблема как раз воспитания, образования, или все-таки в большей части менеджмента театра? Я думаю, что это все-таки проблема менеджмента театра, потому что вот даже взять вот театр драмы, да, то есть там замечательные спектакли, на самом деле, причем современный театр, вот в том понимании, в котором вот сейчас слово современный понимает любой театрал, да, вот это театр, который действительно заставляет думать, там очень интересные постановки, есть комедии, есть трагедии, то есть в принципе достаточно сбалансированный репертуар. Но при этом, когда я спрашиваю многих знакомых, то есть как они воспринимают театр драмы, они говорят, ну что-то мне попахивает нафталином, я там давно не был, мне кажется, там какие-то старые постановки, мало кто назовет, ну может пару артистов кто-то и знает, да, но на самом деле там есть плеяда как молодых артистов, так и уже состоявшихся артистов, которые заслуживают быть медийными личностями, и которых должны узнавать в городе, но при этом о них не знают, и о театре до сих пор воспринимаются как какой-то достаточно консервативный оплот, куда как бы желание сходить у части людей, которых я спрашивал, у них нет просто. И поэтому надо перебарывать эту ситуацию и показывать театр действительно, какой он есть на самом деле. Есть уже тактика вот этого перебарывания, может быть, что-то относительно, в репертуар будет заложено? Ну, конечно, в первую очередь это репертуар, это премьеры, да, не секрет, что успешность театра заключается в том, насколько обновляется репертуар, потому что зрителя всегда нужно удивлять. Естественно, вот у нас уже 5-6 наименований есть до конца нового года, еще над 8 наименований мы будем работать, и таким образом мы получаем достаточно интересный цикл, мы работаем на год вперед, на полтора года вперед, синхронизируемся с ведущими театрами России, и уже можем говорить о каких-то совместных проектах, о каких-то гастролях, соответственно, обсуждать это с театрами, которые уже живут вот в таком ритме. Потому что если мы будем жить на месяц вперед, ну, соответственно, все ведущие события, все ведущие какие-либо трупы, они будут проходить мимо нас, потому что у них уже все на полтора года вперед распланировано, и у нас должно быть на полтора года вперед распланировано. Это удобно и для художественно-постановочной части, и для артистов, потому что артисты знают, что они будут задействованы, для каких ролей себя готовить. Художественная постановочная часть будет понимать, что когда, по какому плану им готовить декорации, когда, по какому плану им шить платье. То есть они не будут это делать в режиме цейтнота, соответственно, будет какая-то плановая работа, она будет более конструктивной, на мой взгляд. А какие премьеры уже наш зритель может ожидать? В этом году у нас будет открытие сезона 1-2 октября, будет открываться сразу двумя премьерами. 1-го октября на камерной сцене мы покажем блогера, это постановка Игоря Патокина, артиста театра драмы, по мотивам записок сумасшедшего Гоголя. 2-го октября будет на основной сцене «Русская народная почта», постановка Андрея Тимошенко, главного режиссера театра. Также у нас будет победительница Арбузова, будет у нас из детского репертуара к Новому году. Тоже, соответственно, на камерной сцене будет вторая часть истории про Кролика, братца Лиса и братца Кролика, а на основной сцене будет «Золотой ключик». Ну и также, естественно, будет у нас «Гроза» Островского. Ну я так понимаю, что новый творческий сезон хотите встретить и с новым логотипом. Вот эскиз вы также вынесли на обсуждение в социальные сети. Зачем и какие отклики получили, какой вывод? Есть вопросы, которые я не могу решить. Я считаю, что не имею права решать самостоятельно, во-первых, это достаточно будет волонтаристски. Почему новый логотип? Это как раз возвращаясь к тому, как воспринимают театр. Айдентика очень важна, даже вот тут мелочей не бывает. Если у тебя как бы недоделанный логотип, или там нет вообще совершенно фирменного стиля, что сейчас на самом деле есть у театра драмы, потому что фирменного стиля как такового там нет. Есть логотип, но он тоже к нему есть как бы вопрос, и там профессионалов тоже очень большие. Поэтому, естественно, мы выставили логотип, чтобы посмотреть мнение людей. Как оказалось, это очень приятно, кстати, что театр и деятельность театра не оставляют равнодушными многих горожан. Это здорово. Это была, наверное, самая главная задача для такого мини-опроса. Во-вторых, естественно, я хотел сказать, что это был макет всего лишь логотипа, причем один из макетов. И мы специально выставили логотип, который бы максимально отличался от логотипа, который сейчас. Я думаю, что на самом деле Ломоносов никуда от нас не уйдет. И эта фигура, которая на самом деле одна из самых удачных символов, который может быть для современного театра. Потому что это ученый, новатор, человек, который во многом опередил свое время и во многих направлениях дал толчок и движение к развитию в России. По-моему, на самом деле лучшего образа для, как лица театра, наверное, для современного театра представить, наверное, сложно. Естественно, этот логотип просто будет немножечко доработан. Другой нюанс, что люди стали говорить не только о логотипе, но и о том, что их вообще волнует. Вот, например, в следующем году мы отметим 80-летие Архангельской области. И, как показало опросы, в том числе или то, что писали люди в социальных сетях, они говорят о том, что парк. Надо что-то делать с парком, потому что там никакого ландшафтного дизайна, никакой красоты. Тем более, постоянно даже в безветрие падающие тяжелые ветки, они достаточно небезопасны для нахождения в парке. И, естественно, нужно что-то сделать. И, на мой взгляд, как к 80-летию области, наверное, от театра это был бы хороший подарок, если бы мы привели в соответствие наш парк и сделали его максимально уютным. Сделали бы там летнюю сцену, на которой могли бы выступать как театральная труппа могла показывать спектакли, так и какие-то музыкальные проекты тоже могли, те же самые джазовые вечера, почему нет. И, исходя из этого, наверное, мы сейчас будем прорабатывать, скажем, обследование. В 2014 году, когда передавались деревья, в частности, оно проходило. И, слава богу, Министерство имущества в тот момент наиболее небезопасные деревья вырубило. Остались все равно сейчас есть деревья, которые второй-третьей степени сложности. Их порядка 200, которые нужно заменять и заменять тоже на деревья, которые будут уже взрослыми, потому что мы, безусловно, не должны лишать город вот этих зеленых насаждений. Каким образом это будет сделано? То есть это будет создан проект, будет общественное слушание. В любом случае, общественность примет участие. И поэтому я думаю, что даже в ближайшее время, может быть, мы можем тоже опять очередную какую-нибудь группу открыть для обсуждения, что люди хотят видеть в парке прежде всего, кроме фонтанов. Сергей, вот вы не раз уже говорили про особую миссию театра и искусства в целом. Но раз так уж принято у нас разделять, что искусство большое, да, оно где-то там, а искусство местечковое, провинциальное, вот здесь у нас, да, не в столицах. И чисто теоретически наш театр когда-нибудь сможет соперничать со столичными театрами? И что для этого? Я вам скажу, что театр не то что сможет, он уже готов соперничать. И, допустим, вот сейчас нас пригласили открывать конкурсную программу 8-го международного фестиваля в Ялте. Фестиваль называется Театр Чехов Ялта. И 5-го сентября мы поедем, причем мы попали в федеральную целевую программу Министерства культуры. И сейчас мы решаем последние организационные вопросы по организации вот этого транша, да, который будет от Федерального Министерства культуры. И мы направимся, покажем там Эдипа, Прозрение на открытии. Также еще съездим с гастролями в Севастополь. Это во-первых. Поэтому театр, безусловно, он готов. Во-вторых, все-таки ошибочно считать, что вот есть какое-то местечковое провинциальное искусство, а есть искусство столичное. Да, столичное искусство может быть более помпезным, более дорогим. Но сколько раз уже вот на своем опыте я убеждался, что самое главное-то недорогие декорации, самое главное-то идея. Вот самое дорогое, что может быть в любом спектакле, это идея автора или идея там режиссера, да. В частности, тот же самый Эдип, Прозрение, бюджет его там чуть больше 40 тысяч, а на самом деле этот спектакль с большим количеством вот таких от маленьких идей до больших. То есть там вот очень много символов и очень много подтекстов. То есть это просто яркий пример того, что можно сделать как бы с небольшой суммой денег, но с очень серьезной идеей. Поэтому говорить о том, что как-то прибедняться и говорить, вот мы в региональный театр, то есть мы должны как бы в какие-то рамки региональные себя загонять, но это неправильно. То есть нужно менять менталитет, нужно смотреть шире. И многие региональные театры, слава богу, показывают на своем примере, что все это возможно. А вот областной Минкульт уже ставит какие-то задачи конкретные перед вами, как перед директором? Понятно, что сейчас главная задача – это баланс финансовый. То есть экономически все вот эти огрехи, которые были сделаны ранее по управлению, естественно, мы сейчас должны свести к минимуму. И уже понимая, что вот у нас есть базис, он в балансе, то есть мы нигде по деньгам в долги не падаем, мы можем дальше уже реализовать какие-то проекты. То есть это самая главная задача. Сергей, я благодарю вас за беседу. Удачи вам, вашим коллегам и всем артистам театра. Ждем новых премьер и нового творческого сезона. Спасибо, также ждем в гости. Спасибо. Это была программа «13 этаж». До встречи.